Поправить, что я по-прежнему являюсь российским специалистом, российским гражданином, хотя я работаю в Соединенных Штатах, но наступаю в данном случае как российский гражданин. Уважаемые коллеги, у меня есть 7 пунктов, которые представляют собой короткие комментарии или ответы. Это все вопросы, которые были предложены организаторам дискуссии заранее. Вы можете видеть объявление об этой дискуссии и немножко комментарий по поводу того, что прозвучало в этом зале. Итак, первый пункт, касающийся холодной войны. Мы должны быть достаточно аккуратны в использовании различной терминологии и должны понимать, что хотя такой термин существует, для многих народов эта война является не холодной, а весьма горячей. Это касается Грузии, самый яркий пример 2008 год. Это касается Украины, это касается Сирии, это касается Чечни, это касается многих других народов, для которых эта война или эти войны являются далеко не холодными. Второе. Неоднократно звучало и здесь, и за пределами этого зала очень популярная тема о том, что нынешние конфликты являются неидеологическими, внеидеологическими, антиидеологическими. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Современные войны, современные конфликты всегда идеологичны. Возможно, они такими были и в древности, про это можно спорить, но современные конфликты всегда идеологичны. Это означает, что идеология является либо одной из движущих сил этих конфликтов и этих войн, либо в крайнем случае идеология используется для оправдания тех или иных силовых действий. Естественно, те военные конфликты и те войны, о которых мы ведем речь, обусловлены идеологией, конкретными представлениями важнейших действующих лиц, и идеология активно используется для оправдания, для защиты, для аргументации, контракламентации соответствующих действий. С этой точки зрения я, конечно, полностью возражаю против тезиса уважаемого Виталия Бортникова, который, к сожалению, покинул у нас, улетая, относительно его тезиса, что сегодня ценности нет, или сегодня нет ценности в России, или сегодня ценности нет у российского руководства, укрепляя и так далее. Это, конечно, не так. Ценности есть, и мы об этом узнали, из скандала о панамских офшорах. Их немало, много, и даже не о всех мы знаем. Но если говорить даже не об этих ценностях, а о ценностях идейных, идеологических, психологических, конечно, они есть, но они другие, они отличаются от тех ценностей, про которые говорил Виталий, и про которым думает, что вся Украина, или значительная часть Украины их разделяет, по крайней мере, он так надеется. Но вот для иллюстрации того, какие ценности разделяют, или могут разделять значительную часть, даже не только Кремля, а российского населения, я приведу один пример, один из любимых примеров, который приводит Левада Центр, значит, по результатам своих опросов общественного мнения в России. Это было года полтора тому назад. Левада Центр спрашивал российских граждан, находятся ли российские войска на Донбассе, и предлагал разные варианты ответа. Так вот, если память не изменяет, по-моему, 28% опрошенных поддержали следующий вариант ответа. Даже если российских войск на Донбассе нет, российские власти действуют абсолютно правильно, правильно отрицая, что они там находятся. Вот, внимательно подумайте об вот этой формулировке. И следует иметь в виду, что это не 3% поддержало, не 5%, то есть в рамках статистической погрешности. А значительная часть населения, более четверти, почти треть, стойко поддержала позицию, которую, значит, если выводить ее на академический уровень, можно было бы назвать не социализмом, причем часто Владимир Путин и Кремль современный обвиняет, а сицилизмом. Есть такой остров в Средиземном море, Сицилия. И там есть люди, которые в течение последнего времени тоже хорошо зарекомендовались и стали известными, сицилийцей. Есть особая идеология, есть определенные моральные нормы, и, в частности, отражением этих норм является та самая позиция, которую заняла более четверти оброшенных в вопросе левата цен. Поэтому ценности существуют, идеология существует, только она другая. И поэтому наша задача заключается в том, чтобы понять, какие это ценности, какая это идеология, и как действуют, в данном случае, Кремль, российские власти, исходя в том числе и, прежде всего, как мы видим, из той идеологии тех ценностей, которые они разделяют. На этом фоне я хотел бы сказать, что проблема довольно существенная, поскольку там тоже такой есть вопрос. Было сказано, вот отказ, вот почему важна еще эта идеология, потому что осуществление этой идеологии происходит сейчас, по крайней мере, последние уже 9 лет, на фоне отсутствия реального противодействия со стороны крупнейшей, важнейшей, сильнейшей державы современного мира, Соединенных Штатов Америки. Вот очень многие говорят о том, что, значит, там конфликт, сопротивление и так далее. Как раз вот до недавнего времени такого реального конфликта и сопротивления не было видно, потому что человек, который отказался от исполнения важнейшей функции, важнейших обязанностей, которые были взвалены на плечи Соединенных Штатов, под названием «Мировой полицейский», по крайней мере, после Второй мировой войны, предыдущий президент Соединенных Штатов Америки, Барак Обама, от этой функции отказался. Отказался публично, отказался демонстративно, неоднократно говоря об этом и подтверждая свою позицию, своими действиями. Если бы администрация Соединенных Штатов под руководством Обамы хотя бы исполняла вот эти обязанности мирового полицейского в той ничтожной степени, в какой-то исполнял, например, Буш-младший, смогший остановить российскую агрессию против Грузии на пятый день, значит, направив американский флот в Черное море, а американские воздушные силы на военно-воздушные базы в Турции и Румынии, то тогда бы агрессия против Украины с оккупацией, с оккупацией, с оккупацией, аннексией Крыма закончилась бы тоже, может быть, на пятый день. Однако ответом американского президента было, что я действовать не буду, значит, мы никаких военных действий предпринимать не будем, а будем только указывать, что это неправильно поступать так. Ну, Владимир Путин послушал и говорит, ну и хорошо, ты будешь не усоветовать, а я буду делать. Ну и дальше произошло все то, что произошло. Поэтому, с одной стороны, мы должны понимать, что 10 тысяч погибших украинцев в Украине, аннексированный Крым и война на Донбассе, четвертый год, это не только результат агрессивной идеологии, которую проповедует руководитель Кремля сегодня, но и отказ от тех функций, от тех обязанностей, которые так или иначе были взяты и использовались, осуществлялись, американская администрация и под руководством Соединенных Штатов Америки, как угодно, Западом, свободным миром, как угодно, в течение нескольких десятилетий. Значит, что касается нынешней администрации, то она отвечает за высокой степенью дисфункциональности, как мы все видим, и поэтому пока мы не видим ни какой-то такой компрехенции, такой последовательной позиции, ни по одному международному вопросу, что приводит к тому, что конфликты не решаются, а усугубляются. Ну и последнее, поскольку все-таки про идеологию надо сказать, надо сказать о той идеологии, о которой руководствуется, по крайней мере, внешней политике Владимир Путин сейчас, если раньше еще по этому поводу можно было дискутировать, сейчас это совершенно четко, ясно, он неоднократно сам об этом и подробно рассказывал, это идеология объединения крупнейшего в мире разъединенного народа, или там разъединенной нации, русской нации. С точки зрения Владимира Путина есть русская нация, но нет белорусов, нет украинцев, и главную задачу, которую возложили на него высшие силы, небесные силы, поговорить с нашим премианевским, после ухода Махахмы Ганди, то, значит, вот нужно решить эту задачу, обвинить отдельные ветви большого русского племени под властью одного князя. Собственно говоря, идеологическая формула единой русской нации, единого русского народа была выдвинута, просто чекарная формула, в выступлении Владимира Путина на образовательном форуме для молодежи Таблида в Крыму пару недель тому назад, в соответствии с которой четырьмя важнейшими компонентами единой русской нации, единого национального русского государства являются общий рынок, единый язык, единая религия и власть князя. Ну, видимо, одного князя, не нескольких. Вот, поскольку эта идеология была уже практически применена по отношению и применяется по отношению к Украине, но на этом, естественно, не заканчивается, остается самый большой, самый достаточно лакомый кусок, вот, Братская Беларусь, значит. И вопрос на повестке дня стоит именно таким образом. Как мы все знаем, в ближайшие дни начинаются учения «Запад-2017». Внимание, конечно, приковано к ним, но важно иметь в виду, что даже если непосредственно во время самих маневров не произойдет то, о чем я сейчас скажу, важно не терять внимание, что это может произойти, может быть, на следующий день или через неделю или через какое-то время после этих маневров. Следует обратить внимание особенно на брифинг начальника генерального штаба вооруженных сил Беларуси, замминистра обороны Беларуси, генерала Белаконева, который 8 дней тому назад, если не ошибаюсь, в Минске рассказал о замысле этих маневров, так делается, вот, в рамках которых выяснилось, что одним из агрессоров против союза Беларуси и России они ожидают не только Весбарию, это Литва и Латвия частично, не только Лубению, это кодовое название для Польши и Сувалковского коридора, но и Вишнария, Вишнория. Вишнория это название, которое российские и белорусские генералы дали северо-западной части Беларуси, части страны, которая имеет достаточно высокий удельный вес польского этничества населения, высокий удельный вес католиков, высокий удельный вес белорусы-язычных граждан Беларуси и те регионы, в которых лидер Беларусского народного фонда Зимон Пасняк на президентских выборах 1994 года получил максимальное количество голосов. Иными словами, хотя вы знаете, что по этому поводу был огромный ажиотаж, он продолжается в Беларуси, по этому поводу уже как бы такая виртуальная страна была создана с гербом, флагом, гимном, валютой, паспортами и прочими вещами. Но вот это пример того, как мы становимся свидетелями очень яркой гибридно-информационной операции создания, так сказать, квази-государства, которое затем будет объявлено, или районов, которые будут объявлены враждебными, и как это было сделано в случае Украины по отношению к Галиции, и, соответственно, при продолжении пропагандистской кампании понадобится помощь другой части Беларуси, православной, русскоязычной, которая рискует подвергнуться нападению, агрессии, резне со стороны теперь уже белорусских нацистов, вот из этой самой Вишнории, и тогда на помощь этим белорусам, русскоязычным и православным должны прийти либо зеленые человечки, либо трактористы, либо шахтеры, либо местные партизаны, либо кто-то еще. Иными словами, мы видим, как никогда, ни вчера, ни позавчера, ни в будущем, а сегодня на наших глазах, разворачивается один из этапов вот этой операции по объединению с точки зрения Владимира Путина, разъединенного народа и соединения его в одном политическом теле под властью одного князя. Самая большая проблема, это моя последняя, видимо, фраза заключается в том, что в нынешней ситуации Беларусь находится исключительно в уязвимом положении, потому что в условиях того авторитарного режима, о котором говорил Андрей, возможности для сопротивления такой агрессии несопоставимо меньше, чем в Украине в 2013-2014 годах, институциональная основа Беларусь очень слабая для такого сопротивления, Беларусь не является ни союзником, ни даже протосоюзником каких-либо западных структур, и в этом смысле ожидать какой-либо заметной, существенной институализированной помощи, даже не военной, а просто какой-либо другой со стороны в немский мир не приходится, и поэтому ситуация в Беларуси является одной из наиболее опасных в ближайшее время. Спасибо. Спасибо. Спасибо.